Здравствуйте! Вы смотрите передачу «Об этом стоит узнать». И сегодня у нас вновь в студии Ирина Анатольевна Гайворонская, заместитель председателя регионального координационного совета сторонников партии «Единая Россия», президент благотворительного фонда «Счастье жизни». Ирину Анатольевну, напомню, наши телезрители лучше всего знают, как человека, который является инициатором известной программы «Защитим старшее поколение от мошенников» или, проще, «Сторонники против мошенников». Ирина Анатольевна, здравствуйте! Добрый день! Ну, в прошлый раз, во время прошлой нашей передачи, мы достаточно подробно рассмотрели мошенничество в банковской сфере, о том, как они происходят, и пробежались вы по конкретным примерам. И в прошлый раз мы обещали, что следующая наша передача начнется с разговора о том, как же наши телефоны, телефоны наших стариков, пожилых людей попадают в руки мошенников и таким образом дают им возможность совершить преступление свое. Таких методов много. И опять-таки, как в прошлой передаче, Петр, хочу вам сказать, что большинство вот этих потерь телефонов происходит, опять-таки, из нашего такого вот отношения к жизни, из-за халатности каких-то сотрудников, из-за, ну, в общем, вот за границей, если мошенники воруют телефоны, они воруют их целенаправленно. А у нас как бы они попадают иногда в руки к мошенникам, вот как бы сами по себе, вот не поверить. Я вам просто сегодня расскажу случай, и это ужасно. Это ужасно, это мы привыкли так жить. И тоже вот мы, и те же самые ответственные сотрудники, которые должны отвечать, да, за вот хранение вот персональных данных, у нас есть закон о хранении персональных данных, они должны отвечать по этому закону, но они вот относятся вот к этому вот так вот весьма опосредованно. Передача вообще телефонных номеров и других персональных данных является преступлением. У нас есть статья 7 федерального закона 152, то есть операторы, там иные лица, которые получили доступ к персональным данным, к личной информации людей, они должны эти данные хранить и никому их не отдавать. Но дело в том, что в том же самом пенсионном фонде, в том же самом банке может найтись один единственный непорядочный сотрудник, либо сотрудник, который устроился специально туда на работу. Эти же мошеннические бригады, они же хорошо организованы. Достаточно одного такого человека, который получил доступ к этой информации, информация эта ушла. Как еще попадают номера? У нас как бы принято в тех же самых аптеках, если мы говорим про людей старшего возраста, у нас как бы принято, вот вы оставьте свой телефончик. Появится лекарство? Да, мы вам перезвоним, пожалуйста. И тут же по этому телефончику через некоторое... Это вот хорошо, да мы привыкли так жить, мы вот дружим вот с этой аптекаршей, да, с этим провизором, которая в аптеке, которая работает рядом с домом. Это хорошо, это удобно, но, к сожалению, вот эти телефончики попадают к мошенникам, которые тут же звонят под видом докторов и назначают уже целое лечение. В последнее время распространена потеря данных. Вы знаете, у нас есть такие вот сервисы, допустим, сервисы по бронированию отелей, по бронированию номеров. Билетов. Билетов. У нас есть очень известный сервис, называется он Booking.com. Наверняка вы его знаете. Так вот, по этому сервису сейчас вот там несколько дел, данные, данные их клиентов в распечатанном виде, в открытом доступе просто валялись в офисах. Понимаете, в чем дело? Данные банковских карт полностью распечатаны, валялись у них в офис. И никто не нес за это ответственности. У нас сейчас российские больницы, к сожалению, стали терять данные пациентов. Если мы сравнили статистику нашу, российскую, да, еще говорят, что у нас благоприятная в России ситуация, то есть мы еще не вышли на международный уровень. Ну, вообще есть куда двигаться, скажем так, в кавычках. Мы постучим, конечно, чтобы этого не произошло, но тем не менее, опять-таки, как я говорила, если воруют там мошенники за рубежом в сфере медицины, они вытягивают какие-то данные, они вытягивают их целенаправленно, а мы теряем их по глупости. Приходит человек в больницу, извините меня, идет в туалет, а там в виде туалетной бумаги лежат просто медицинские карты пациентов, ну, которые якобы уже не нужны, они должны храняться в архиве определенное количество времени, они должны уничтожаться. Вот вам, пожалуйста, набирай вот эти карточки и делай с ним что-то. Сочетай приятное с полезным. Сочетай, да. Вот у нас в Пермском крае был тоже случай, когда уполномоченный по правам человека просто пошел выбрасывать мусор, и на помойке он увидел мешки вот этих вот карт из ближайшего лечебного очереди. Что это? Вот это халатность, это безответственность, это безалаберность. Ну, в любом случае, вот так вот данные, к сожалению, попадают у нас к мошенникам. А мошенники уже их используют в своих интересах. Что касается того, сколько крадут, в прошлый раз, в прошлой передаче вы называли совершенно фантастические суммы, и просто диву даешься, как такие суммы могут быть на руках. Понятно, что старики разные, пожилые люди разные, но тем не менее, вот еще раз о тех цифрах, которые интересуют мошенников. А от какой суммы у них появляется интерес к пожилому человеку? Или здесь размер не имеет значения? Размер не имеет значения. Я вам просто сейчас скажу суммы общие по статистике. У нас случаи воровства с банковскими картами считаются официально как бы такими уже вошедшими в систему вот 15-16 год. И у нас вот статистика с 15-го года, у нас в 15-м году с банковских карт людей похитили 1,15 миллиарда рублей. Миллиарда рублей. В 16-м году похитили тоже больше миллиарда. Миллиард там с лишним. А в этом году, в этом году у нас похитили с банковских карт уже за 6 месяцев 2018 года 1,2 миллиарда рублей. Вот вы только вслушайтесь, да, какие это суммы. У нас есть такая организация, центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки. Так вот у нас за прошлый год уже есть статистика, за 2017-то. В прошлом году было совершено 317 178 хищений с банковских карточек. Каждый 500-й, да, человек? То есть два человека из тысячи пострадали? Два человека из тысячи пострадали. Есть ли какие-то универсальные методы защиты, какие-то правила безопасности? Вы уже частично к этому вопросу касались, но вы знаете как, вот что же делать? Да, жизнь идет вперед, и сейчас уже невозможно представить ее без банковских карт. Да, банковскими картами пользуются все от мала до велика, начиная там с начальной школы и уже, ну, заканчивая самым уже таким преклонным возрастом. Они умеют ими пользоваться в начальной школе уже. Как, да, в начальной школе, я думаю, они более ответственно подходят к такой вещи, как карточка банковская. Вот есть ли какие-то универсальные, еще раз вот по ним пройтись, в 101-й, как вы говорите, раз, пройтись по этим вот универсальным мерам безопасности? Их не так много, их надо знать, как ученыш. У нас сейчас появились такие системы оплаты, как бесконтактные карты, они будут все больше и больше. И вы знаете, что у нас сейчас и Сбербанк, да и крупнейшие банки, тот же самый ВТБ, переходят именно на бесконтактное взаимодействие с терминалом, чтобы люди уже не вставляли туда карточку. Не набирали пин-код. Да, чтобы они со своего мобильного телефона подошли с телефона, и вот пошла эта бесконтактная работа. Стали воровать денег, невозможно сколько, покупают специальные устройства, мошенники. И поэтому, ну, это уже, наверное, не для лиц старшего возраста, а для более молодых. Может быть, это каким-то и людям старшего возраста, более продвинутым, это тоже пригодится. Если мы говорим именно про нашу пенсионную карточку, на которую приходит пенсия, что с ней делать, как ее защитить? Во-первых, я советую людям просто разделить вот эту пенсионную карту и расчетную, чтобы это были две разные карточки. И, допустим, раз в неделю, там, с чистоту какую-то установить, да, переводить вот с этой пенсионной карточки на расчетную ту сумму денежек, которая вам нужна. И, пожалуйста, ходите в магазин и оплачивайте счета именно с этой расчетной карточкой, чтобы это были две разные карты. Ну, чтобы на ней было там полторы-две тысячи, на хлебушек, на молоко, на проезд в транспорте, с которыми не так жалко расстаться. Вы же знаете о своих расходах, да, о своих текущих расходах. Ну, сделайте так. Пусть у вас на этой пенсионной карточке копятся все денежки. Вот эта у вас книжка, как бы пенсионная книжка, которая для мошенников будет недоступна. Вы выработайте для себя схему, как вам удобно, чтобы денежки перечислялись на расчетную карточку. Вот они перечислились, эти денежки, вы пошли их и потратили, оплатили коммуналку, купили себе там все, что нужно в магазине, все. То есть держите эту карточку пустой. Просто держите ее пустой. Это та карта, с которой вы везде ходите. Кто у вас ее видит, эту карточку, да, все, что на ней написано, это видят. Поэтому эта карта должна быть пустой, а все пенсионные накопления должны быть на пенсионные. То есть разделить карточку. Вот мой личный совет по поводу безопасного общения по телефону, я уже говорила, да, что звоните, пожалуйста, сами. Никогда не, да, никогда не вступайте в долгие переговоры. Просто не вступайте вы в эти переговоры. Просто не вступайте. Какая бы ни была интересная для вас информация, перезвоните, спросите сами. Она всегда будет интересная. Чем интереснее информация, тем с большим подозрением, мне кажется, не надо относиться. Да, да. Ну, мы с вами эту тему уже обсуждали, да, что перезвоните, пожалуйста, сами. Тем более, что сейчас у мошенников есть мини-АТС, и вы видите номер этого банка вашего, но это не ваш банк. Пожалуйста, отключитесь, позвоните в банк, и узнайте по поводу этого сотрудника, есть ли он такой. А если он есть, то поинтересуйтесь по поводу этой информации, которая вас заинтересовала. Дальше. У нас люди старшего возраста, обычно пин-код все-таки пишут и клеют. Пишут и клеют. Я вас очень попрошу. Во-первых, я вам посоветовала разделить карты, чтобы их было побольше, да, и выучите, ну, любыми путями выучите этот пин-код наизусть. Ну, всего лишь четыре цифры. Это не так уж много. Лучше восстановить потом карту. Понимаете, чем дать возможность мошенников украсть ваши деньги. Не дешевле, потому что на эти карты. Поэтому сделайте две карточки, выучите вы этот пин-код на этой расчетной карточке. Ну, даже если вы забудете его, ну, восстановите вы эту карту. Ну, это будет лучше, чем у вас деньги украдут. То есть у нас уже идет один момент, когда мы разделяем карточки, да, у нас на этой карточке уже небольшая сумма. Мы осложняем мошенникам задачу. И плюс мы никогда этот пин-код нигде не пишем, и никому его не говорим. Это личная информация. На конвертике же написано, что информация только для вас. Ну, я понимаю, что тяжело, но постарайтесь. А если уж вы пишете этот пин-код, однозначно карту разделяйте. Только чтобы на этой карточке была ту сумма, которую вы тратите. И далее. Ни при каких обстоятельствах и никому не сообщайте пин-код, не сообщайте вот эти три циферки на обратной стороне карточки, не сообщайте срок действия карточки, на кого она зарегистрирована. Для любых расчетов, с кем бы вы ни общались, переводите вы там кому-то деньги, за что-то вы платите. Достаточно только 16 цифр. Понимаете, даже не надо говорить фамилия, на кого зарегистрирована эта карточка. Не надо, не надо это говорить. То есть достаточно вот этих 16 цифр, чтобы эти деньги перевести. Поэтому, если у вас когда-то спрашивает кто-то вот эти цифры, это уже надо понимать, однозначно это мошенник. Я вам говорила в предыдущий раз, что сотрудникам банка, для того, чтобы с вами общаться, чтобы сотрудник вас идентифицировал, вам достаточно представиться и сказать последнее вообще просто четыре цифры со своей карточки. Четыре. Больше не нужно. Вас банки идентифицируют. Вот у меня есть статистика правоохранительных органов, когда люди совершают покупки, допустим, в интернет-магазинах. Они совершают покупки на сайтах, вот типа у нас Авито и так далее. Прекрасная вещь. Да, сейчас развивается эта интернет-торговля. Развивается, это удобно, можно воспользоваться карточкой. Но что при этом происходит? Люди тоже потом обращаются в правоохранительные органы, но даже не в 99%, а в 100% случаях вот то, что произошло с людьми, они в этом, к сожалению, виноваты сами. Вот с вашего разрешения, да, я парочку примеров приведу. Конечно. Девушка 25 лет продавала шубу. Продавала шубу, с ней связался мошенник, который представился покупателем, и который уже вроде бы собрался эту шубу оплатить, и вот попросила у нее вот эти вот три цифры. Девушка обрадовалась, назвала ему три цифры с обратной стороны банковской карточки. Мало того, что она шубу не продала, так еще с этой банковской карточки у нее списали 70 тысяч рублей. Ну вот спрашивается, для чего? Для чего? То есть мы сколько раз об этом говорим, что это личная информация. Опять же психологическая ловушка. Вот-вот я получу деньги, и в результате человек расстается. Это психологическая ловушка, да, это психологическая ловушка. Я расскажу вам, как вот вообще действует эта инженерия, как бы социальная инженерия, как вот они действуют, как они вот выманивают вот эти коды. Я вам об этом расскажу. Ну вот это вот просто живые примеры. Дальше. Вот у нас сейчас очень распространены соцсети. все у нас там друзья, все дружат. Какие бывают случаи? Просто взламывают аккаунт человека в соцсетях, и от его имени пишут его друзьям с просьбой прислать какое-то количество денег на что-то. Вот был случай, опять-таки сломали у молодого человека аккаунт от его имени. Написали девушке тоже молодой, что он сейчас находится в сложном материальном положении, как бы близкий друг. И перечисли мне, пожалуйста, 10 тысяч. Девушка эти 10 тысяч перечислила сначала, а потом она ему позвонила и спросила, а ты получила от меня подарочек? Понимаете, Петр, вот без всякого. Ну позвони ты, спроси человеку, да, что с тобой произошло, чем тебе помочь. Может быть, тебе нужно не только эти 10 тысяч, да, а какая-то другая помощь. Опять-таки вот это наше отношение к жизни. Понимаете, у нас жизнь какая-то ненатуральная. Вот мы сидим в этих соцсетях, да, мы там же и переписываемся, там же мы дружим. У нас пропал вот этот момент человеческого общения, может быть, поэтому и старики… Если русскую отправить проще, чем позвонить? Да, вот проще вот отправить вот эти деньги, как вот мы с вами говорили тоже вот, и по домам ходят, собирают деньги, всякие эксплуатационные компании и так далее. Людям вот проще вот открыть дверь, да, отдать вот эти деньги и все, чем выяснять. А ты выясни, а как мы на самом деле вообще этих мошенников должны ловить? То есть мы сами вот питаем вот эту почву для мошенников. Вот когда нам говорят, чтобы защититься от гриппа, да, вот соблюдайте правила личной гигиены, мойте руки, когда вы заходите домой, одевайте маску, чтобы не заразиться в период эпидемии. Мы это выполняем и не болеем. Вот здесь мы с вами повторяем правила миллион раз, но когда люди попадают в такую ситуацию, они почему-то об этом совершенно забывают. Что касается приложения Сбербанка, тоже я знаю, с этим есть определенные проблемы. Как отличить приложение Сбербанка, настоящее, от подделки? Настоящее подделки. Вот в этом плане, опять-таки, если мы посмотрим международную статистику, мы еще всех остальных не догнали. Мы еще молодцы, мы еще... Сопротивляемся. Мы еще сопротивляемся, да, мы еще сопротивляемся. У нас проводили опрос среди различных пользователей. Всего было задействовано, по-моему, там больше 40 тысяч пользователей из 12 различных стран. Им показывали предложения банков, которые распространены в той или иной стране. Так вот, в России 71% пользователей выявили поддельное приложение сберегательного банка, 71%. В Америке процент тех, кто узнал вот это поддельное приложение, был 44%, а в Японии всего 8%. Понимаете, как там хорошо действуют мошенники, как они уже вот вошли во вкус, понимаете? Развелись, да, получили опыт. Очень качественно поддействуют, подделывают эти приложения. Хочу вам сказать, на самом деле, что мошенники у нас особо-то и не стараются. Они делают приложения не очень-то и похожи. Они используют, единственное, что фирменные цвета. Логотипы, очевидно. Логотипы, да. И люди вот на это ведутся. Значит, у нас буквально в прошлом году, уже к концу года появился вот у нас такой Троян, банк, бот называется он. Его вот хакеры разместили вот в магазине Google Play. Ну, он как бы не работает сам по себе. Он не работает сам по себе. Вы когда входите, начинаете пользоваться приложением сберегательного банка. В настоящем приложении. В настоящем. У вас там просто открывается какое-то окошко. Какое-то окошко, еще какое-то окошко. Я просто хочу сказать, вы на это, во-первых, не реагируете. Открылось, закройте. Вам это окошко не нужно. Это раз. Два. Все-таки, мне кажется, что в нашей стране вот эти вот все моменты, они больше рассчитаны на людей, которые редко пользуются приложением. Потому что приложение, если вы пользуетесь, вы все-таки его запоминаете. И если вы планируете им пользоваться, ну, посмотрите вы на него хоть раз, как следует. Запомните, как оно действительно выглядит. Потому что все-таки 71% это много, что люди узнали поддельное приложение. Далее. Смотрите, если мы говорим о приложении, допустим, Сбербанк онлайн. В целом, вот интерфейс, в общем-то, не похож на оригинал. Он не похож. И вам стоит насторожиться, если приложение у вас просит авторизоваться через логин и через пароль. То есть, если приложение у вас запросило логин и пароль, все, это приложение мошенническое. Потому что, если вы пользуетесь Сбербанком онлайн, вы должны знать, что этот логин и пароль запрашивается только один единственный раз. Когда вы первый раз... Потом автоматически осуществляется вход. А потом уже вы используете либо пин-код, либо скан отпечатка пальцев. Все. То есть, если запрашивается какая-то дополнительная информация, в общем-то, мы с вами уже говорили не раз по мошенникам. Любой запрос, любой дополнительной информации, абсолютно любой, пин-кода, логина, пароля, данных по банковской карточке и так далее. Любой вопрос – это уже мошенники. Это не 99%, это 100% мошенники. То есть, пошел какой-то запрос – все. Это уже поддельное приложение. Ну, вот пока что вот так. А мертвые банки? Что это такое? И чем они опасны? Насколько я знаю, это тоже сейчас начинает активно мошенниками использоваться этот метод? На самом деле, да. На самом деле, да. У нас сейчас очень много банков лишаются лицензии. Хорошо это или плохо, мы обсуждать это не будем. И раз лишаются, значит, они это заслужили. Да, это сфера Центробанка, да, мониторинг. Да, это сфера Центробанка. Но есть такая статистика у нас, статистика официально правоохранительных органов, что вы только послушайте, 44% банковских сайтов, которые находятся в интернете, поддельные. Почти половина. Это практически половина, да. Хочу сказать по вот этим мертвым банкам, несуществующим. Эти банки, они присутствуют только в интернет-поле. Только в интернет-поле. То есть их реальных не существует. Это только вот интернет-ресурсные такие банки. Значит, как они вообще находят себе клиентов, да. Вам на телефон может прийти вот какая-то смс-очка, на телефончик, что вам предлагают какой-то вклад по 20%, допустим, годовых. На самом деле такой банк уже давно не существует. Он лишен лицензии. А мошенники, которые прикрываются им как юридические лица, они, в общем-то, уже нигде не зарегистрированы. Поэтому, что вы можете сделать? Как вы можете выяснить, что этот банк действительно... Что этот банк... Умер, скажем так, да, в кавычках. Да, что этот банк действительно умер. Да. Помимо того, что они предлагают вот какие-то вклады, они предлагают еще дешевые кредиты. Вот это вот основное. Дешевые кредиты – это основное. Вот я просто... У меня были случаи, я вам сейчас расскажу. Значит, они мало того, что предлагают дешевые кредиты, они еще под эти дешевые кредиты запрашивают документы, комплект документов, причем в электронном виде. То есть они у вас запрашивают копию паспорта, копию трудовой книжки и так далее, и так далее. Это целый комплект. Так вот, они потом... Были случаи, когда под этот комплект документов берутся кредиты в микрофинансовых организациях. Вы представляете, в чем дело? А вы этот комплект своими руками им предоставили добровольно. Это очень сложно. Потом в суде доказать, что вы в этой микрофинансовой организации не брали деньги – это крайне сложно. И люди у нас на это, извините меня, ведутся, по-другому не скажут. То есть вот эти комплекты документов мы с вами из раза в раз, со встречи на встречу говорим, что только в местах стационарного обслуживания населения вот эти документы можно подавать только определенному сотруднику под роспись. Ну что вы, когда предлагают дешевые кредиты, либо вложения под большие проценты, во-первых, вас уже это должно насторожить. Потому что проценты, они на рынке, они в общем-то все плюс-минус. Они зависят от финансовой, экономической ситуации в стране. Они не могут, если у кого-то 8%, у тебя 28%. Такого в принципе не может быть. Это опять-таки… Ну, по крайней мере, времена, когда так могло быть, они уже давно прошли. Они уже давным-давно прошли, да. Поэтому это тоже человеческий фактор. Это человеческая, ну, не скажем так, глупость, но в какой-то степени, да, и жадность. Это, наверное, помноженное на алчность в какой-то степени. И вот люди просто отправляют вот эти документы. Петр, вы себе даже не представляете, что творится. Что еще эти сотрудники фальшивого банка? Они как бы вам уже, вы им отправили документы, они вам собираются выдать вот этот кредит, они у вас запрашивают. Или пин-код, или вот трехзначный код с вашей банковской карточки. Вот еще чуть-чуть и деньги вы получите, скажите, еще вот это и вот это. И совершенно верно, в итоге люди теряют все свои деньги. Плюс они отдают документы этим мошенникам, и эти мошенники получают на эти документы кредиты. Значит, как отличить вообще такие банки? Вот вы видите такой-то сайт. Вот сайт. Я вам сказала, что половина сайта, к сожалению, поддельная. Вы его видите. Во-первых, эти сайты, они всегда не очень хороши, так скажем. Есть такие разделы на сайтах. Если вы просто смотрите на него, есть там разделы. Наши офисы, руководство, учредители, уставные документы. Вот вы открываете эти разделы, они просто не открываются. Там же показать некого. То есть у солидного банка это все проработано? Это все проработано. Далее. Может открыться, допустим, сайт с лицензией. Раз он и открылся. И вы там видите скан какой-то лицензии. Скорее всего, эта лицензия будет поддельная. Есть сайт Центрального банка Российской Федерации. Там, где эти лицензии, все можно проверить. То есть вы посмотрели? Ага. Вот такая вот лицензия с таким-то номером. Вы заходите на сайт Центрального банка и проверяете. Вот у такого-то банка есть такая лицензия? Скорее всего, это будет лицензия либо другого банка, либо она уже аннулирована и так далее. Если там указаны у нас какие-то телефоны, либо не указан. Либо вот вы видите сайт какого-то банка, да? Вы позвоните по телефону. Спросите, во-первых, где у них офисы. Можно ли прийти в этот офис. В 100% случаев офисов не бывает. Позвоните просто по телефону, как я советую. Не по телефону, который вам приходит в смс, либо где-то там указан. По телефону, который у вас указан на карточке, или который вы официально знаете. Вы позвоните просто в любое из отделений этого банка и спросите, а какие у вас проценты? Понимаете? То есть это может быть параллельный поддельный сайт. А вы позвоните в натуральный вот этот банк, и вам скажут там, что проценты не 28, а действительно 8%. То есть методы на самом деле очень простые. А вернуть вот эти вот деньги потраченные бывает очень сложно. Практически их невозможно. Хорошо, если этих мошенников поймают, которые украли у вас вот таким вот образом деньги. Именно этих. Да, именно этих. И хорошо, если у них будут эти деньги. И хорошо, если этих денег хватит со всеми расплатиться. Это очень сложно. Ирина Анатольевна, ну вот в завершение эфира хотелось бы такой случай, чтобы вы тоже рассказали о том, как себя вести, и что означает такая ситуация, когда у человека одновременно крадут и телефон, и банковскую карту, ведь они бывают и связаны между собой. Вот здесь насколько эта ситуация серьезная? Она серьезная. Я думаю, что вы это спрашиваете не просто так, потому что сейчас действительно обсуждаются такие случаи, они обсуждаются в соцсетях, это действительно происходит. Вот раньше мошенникам надо было потрудиться. Вот эти вот у нас, это были карманники, это такие вот элита у нас была, воров, они там оттачивали свое мастерство годами. Да, сейчас достаточно вот просто украсть у человека мобильный телефончик, к сим-карте которого привязана банковская карта, а если еще украли и карточку, и телефон, а такие случаи у нас были. Когда все в одном ридикюльчике. Все в одном ридикюльчике. И самое интересное, Петр, опять-таки вот по человеческой, я считаю, безалаберности происходит кража вот этих денег. Сколько раз я говорила, украли карточку, позвонив банку, эту карточку, просто заблокирую, просто ее заблокирую. Вот люди это не делают сразу, они как-то очень к этому относятся. А люди просто вставляют сим-карту в свой мобильный телефон, заходят в онлайн-банкинг, набирают вот эту карточку и просто снимают у человека все деньги с банковской карточки. То есть вот это чисто человеческий фактор. Вот такое вот отношение, вот немножечко расхлябанность. И такие случаи, к сожалению, присутствуют. Ждать нельзя, да, в эти ситуации? Ждать нельзя. Украли телефон, украли карточку, мы сразу звоним и все блокируем. Все, карточку заблокировали, и уже ваши деньги обезопасны. Дело в том, что вы потом даже с претензией к банку не сможете обратиться, потому что вы должны вовремя уведомить банк. Вот вы уведомили вовремя банк, тогда банк уже будет защищать ваши средства. С этого момента он ответственность несет за деньги. С этого момента, да, вот по новому закону, который у нас действует с 2014 года. Если вы этого не сделали, вы виноваты сами. Ну вот кратенько, если, то вот так. Ну что ж, Ирина Анатольевна, спасибо огромное за то, что очередную порцию нам противоядия дали против мошенников. Ну и я надеюсь, что мы закончим еще с несколькими очень актуальными темами, в частности с общественными Wi-Fi сетями, в частности с коррожей денег через SMS-сообщения, что мы в следующий раз разберемся подробнее с вот такими более конкретными уже темами. Ну я надеюсь, Петр, что мы все-таки с этим разберемся. И мне бы очень действительно хотелось, чтобы это вот были наши с вами крайние передачи на эту тему. Что люди действительно нас услышат, подчеркнут из этого ту полезную информацию, которая им поможет. Они ее запомнят и будут применять в нашей жизни. И все у них будет хорошо. Спасибо огромное. Еще раз напоминаю, что гостем нашей сегодняшней передачи была заместитель председателя регионального координационного совета сторонников партии «Единая Россия» Ирина Анатольевна Гайворонская. На этом мы с вами прощаемся. Всего доброго. До новых встреч на канале ОТВ. Субтитры подогнал «Симон»